С вами телепрограмма «Земля и люди». Добрый день. Сегодня мы запрошаем вас на медовый чай на озере Панске. Так называли черговую фесту в межах подороже по малонаселенных вёстках, что вось уже шестый год ведут в Ведомлянском сельском совете Каменецкой района. Меркаючи по фестах попередних и теперешней, мая быть багатым на цикавые моменты и встречи. Нам пошинцевала здымать фестиваль у попередние годы, дякуючи чому в вёстках, в яких он проходил, займели добрые знакомства. А так, як одна из традиций фестивалю презентации сельсоветовских вёсток, причем у формате хлебосольных столов было цикаво, як нагыты разна. Березе в озере Панске удастся им здивить и суседев, и гостей. Очень сельский стол у нас. У нас, ну, вообще-то, самое такое блюдо всегда, в любое время, это, наверное, яйца. Что угодно, с них можно сделать, с ними. У нас есть яйца гусиные. Это, можно сказать, белорусский страус гусь у нас. С такого яйца на двоих можно поесть спокойно блюдо. У нас есть еще яйца, сесарок, а это синие, такие зеленоватые яйца. Они считаются малоаллергенными. Особенно хорошо, когда детки болеют или больным. Вот мы завели таких курей, красивые, с чубчиками. Надея Лыскович живее працюе у каменцы Вера Федорок, так само, але звездкой Мурыны Малыя родностные совези Евгения Соболевская у Вогуля их уродженка. И, как удячные дочки земли своей, что вот збираются девчаты на этот фестиваль, ка б представить свою везку во всей хлебосольности у традициях гостиности, уластивой мясовым людям, усім домашним, з уласного города и з уласного подворка. На увазе мается главный продукт у сих часов сала, а это уже особная философия. Сало может храниться, я не знаю, сколько лет они не теряют свой вкус. Вот у нас прошлогоднее сало. Люди едят, нет едятся. Кстати, тоже, прошлогодние огурчики. Вы попробуйте, какой вкус у них по бабушкиному рецепту. Огурцы, если хорошо, правильно сделаны, должны храниться от урожая и до урожая. Вот у нас такой рецепт от бабы. Экспозицию хлебосольности дополняет выстава вышиванок уластных и собранных по везце. По суседству так само аппетитный и колоритный стол звездки баранки. Везку представляет ее староста Степан Грачаник, женкой Татьяной Миколаевной и свахой Татьяной Вячеславовной. Удел у фестиваля теперь уже справа семейная. Ну, понимаете, мы любим природу и любим все красивое. Просто гостеприимное и всего лишь. Но вы уже не первый год участвуете в этом фесте и сами были хозяевами. Уже опыта поднабрали. Стараемся, что из года в год будет все лучше и лучше. Сыры мы сами варили. Варенье, мед. Еще не успели сыры по-нарезать. Да, еще не успели, как говорится. Домашнее молоко, корову, корову, дерево. А это печенье. Это сваха у нас очень много. Это кали. Печенье кали называются. А из чего? Бисквит, мармелад и сливки. Деревня живет всегда лучше, чем город. Понимаете? Потому что кто из города приезжает в деревню, говорит, вот как вам хорошо. У вас все свое. Но на это свое надо трудиться. При всех наших встречах, як патриот везки Степан Петрович, корыстався мягчимостью выказаться у корысть селянского уклада життя. Деревня – это все-таки душа. Душа, да. Потому что идет, как говорится, идет от природы. Человек – это часть природы, которая не разоргать, не рассоединить. И когда человек живет, когда он вышел, слышит, когда поет птица. Он видит, когда расцветает цветок, распускается. У него становится мягче, лучше душа. Он добрее. Алена, якая представила семью Синельниковых, так само звездки баранки, со Степаном Петровичем Цалком сгодные с мужем працует у городе, а лев баранках к вечеру, что день. Мы живем, у нас там домик, басика у нас, огородик. И вот мы занимаемся пчеловодством. На заняток пчалярством скеровали батьки мужа. Допомогающие им медовым промыслом захопились и сами. Это цветочный весенний майский. Тут и сады, и рапсы, и что-то не доносило весом. Мед на усе густы представили на фестивале и агроседиб Каменецкая района, утворивший особный кермашовый рад. Фестивальную картину оздобила палитра народных промыслов. Праздник есть праздник. Не так часто у нас их осталось. Так что мы очень рады, что собрались столько людей. Это очень хорошо. И молодежи сколько. Посмотрят, как раньше делали. Здесь же вон и вышивок, сколько поделок. Познакомимся нареште с господарами мероприемства, жахарами поселка Преозерске. Фестиваль примается и в уголе, в день и шитью им упершиню, але отсутность этого опыта компенсовали творчим подыходом. Пицца домашнего приготовления. И чем она особенная? Ну как, в духовочке с пылом, жаром, с душой приготовленная, во-первых. Во-вторых, компоненты добавлены не такие, как государственные, а свои домашние, оригинальные. Поселок Преозерск из истории, характерный для советского периода, побудованный неколи, как военный городок, уявляя собой три трехповерховые домы и господаршие побудовы. Теперешнее население 235 человек. Когда военная частка была расформирована, в молебничных местах с чистым поветром, срод реликтово-голесного массива с уникальной флорой и фауной, узвели санаторий Белая Вежа. Таким чином у поселка з'явился новый сусед, благодаря ему, тут весь час рух. Але с фестивалем, небы, новое дыхание открылося. Докладни с его подрыхтовкой. Люди обедналися у огольных клопотах, дружно наводили парадок для домов, дружно добропородковали территорию вокруг. Да, да, все старались, конечно. Самые активные члены. Хочется поблагодарить всех наших женщин, девчонок, за то, что оказали такую огромную помощь в приготовлении всех наших блюд. Чай, пито-чай. У нас здесь будет витаминный, так что подходите, угощайтесь. Але частование отклали на потым на острове, у центра озера распочалась офицейная частка фесту. Первое слово настоятелю храма-часовни святой Валентины Минской, якая знаходится на территории санатория Белая Вежа Айцу Алексею. Как высшейшее творение Божие, мы повинны ценить и береги свет вокруг нас, подкресливая ее. С удержанностью за удел фестивалей до гостей его свертается старшиня Ведомлянского сельского совета Марина Королюк. Это уже шестой региональный праздник, который проводится Ведомлянским сельским советом в рамках фестиваля «Весочка моя, моя чаровница». И это уже третий фестиваль, который мы проводим совместно с Брестским трансграничным центром и непосредственно с Екатериной Игоревной Косых, которая является руководителем проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике», реализуемой программой развития ООН в Беларуси. Очень приятно всегда работать в такой теплой, замечательной компании и всегда знаешь, что результат будет отличным. Сегодня мы собрались в том числе благодаря проекту «Содействие переходу к зеленой экономике» и мы реализуем проект, который коротко называется «Водор Беловежа». Почему так? Потому что одним из результатов этого проекта является производство фито-чая и меда, который вы сегодня продегустируете, а может быть уже это кто-то сделал. Ежегодно фестиваль «Весочка моя, моя чаровница» прибывает в новую маленькую деревню. Но на сей раз местом проведения фестиваля стал поселок Приозерский. И, наверное, неспроста. Во-первых, это самое живописное место возле озера Панское. Во-вторых, ну, наверное, сама судьба Приозерского располагает к тому, чтобы мы обязательно здесь сегодня провели этот фестиваль. У нас было заседание Совета депутатов. И староста привела один аргумент, который нам показался очень важным. Несмотря на то, что это красота, ну, что мы должны посмотреть на эту всю красоту природы, она сказала, а где в какой деревне еще есть, только стоит три дома. Не важно, что они трехэтажные, многоквартирные, но всего лишь три дома. А дымя сельского совета вручаются каштовные подарунки. Наибольший активным у громадским житти жихарам поселка Приозерский. До речи у организации и проведений свято-значную допомогу оказали открытое акционерное товариство «Ведомлянская» и санаторий «Белая вежа». Я сестра в колесе человека Сивыми усами дывал обсяк, У кашули выпаленной солнцем С каптуном у светлых волосок. Запроси-то ты, я горя в шинку, Там я в горелках часто вау, И за жаркой у торцы неспешно Я у человека попытал. Что вам дают такие фесты? Общение с людьми, показать, как мы можем красиво жить. Можем трудиться и можем веселиться. Главное, чтобы было во всем душа, Красиво и с душой. Вот что, вот основное. Песня «Белая вежа» Я считаю, что это неплохое дело. Хотя, если честно, вот это все готовить, Это для одной семьи тяжеловато. Но когда вот друзья, подруги помогают, И встречаются люди, которых уже давно не видел. Приятно пообщаться. Здоровье спросить уже в нашем возрасте неплохо. Поделиться рецептами за столом, Какие могут быть. Приятно такое делать, вот такие праздники. Потому что очень многие встречаются, Много раз не виделись, долгие годы. А так приезжают, встречаются. С дачи прибегали, вот здесь родачи рядом. Так сказали, что мы прибежали, Услышали музыку и прибежали сюда к вам. Песня «Белая вежа» Впечатление супер. И значимость есть, потому что я, допустим, Находясь в Видомле, живя в Видомле, Давно здесь не была на озере на этом. Здесь красота. И народ, как-то, мне кажется, Более дружнее становится. И вообще, и... Хорошо. А это мы такую красоту приобрели, Скворечья. Очень красивая работа. Очень понравилось. Охи жаль, охи жаль, что во дворе нету, 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 нету аэродрома. Замечательный праздник. Столько людей. Вообще, надо проводить этот праздник всегда. Чаще. Люди стареют, а молодежь продлевает нашу жизнь. Надо, чтобы такие праздники проводились чаще и чаще. Молодцы, молодцы. Чем дальше, тем лучше праздники удаются. Говорят, стареем-стареем, но мы не жалеем. Старость нас дома не застанет. Да. На острове Каханя протягивался концерт, который перешел в танцы. Протягивались и дегустации медовой продукции, и фитер-шайов с напоями, страв национальной белорусской кухни. Я представляю простую селянскую еду. Хлеб печеный на воде, на дрожжах. Потом квас, сок березовый, и туда сухофрукты. А это бульба, молодая бульба. И макуха. Это семя льна, измельченная. Ну, теперь, конечно, в современных условиях на кофемолке. Когда-то ее толкли в ступке. Это семя льна. Ну, сало, которое в сундуке охраняется, капуста, которая квашу летом. И вот она только сейчас, ее можно есть. Только сейчас она настоящая. Очень вкусный чай. Это у нас травяной чай, потому что мы, опять же, собираем травы, сборы. Иван Севуда и Владимир Киричак представили веску радость. Усе присмаки у них з обовязковой присутностью меду. Сейчас, в частности, здесь у нас есть бездрожжевой хлеб, который мы испекли на закваске, на ржавной закваске. И сегодня мы выдаем попробовать мед с забрусом. Забрус – это печатка чьиного сотов, в которой содержится прополюс, перга, мед. И воск, который обычно все пренебрегают, а в нем очень много витамина А. А в сочетании именно с ржавным хлебом он усваивается. А ранее, стверждают аматоры меду, тут были райские заросники. Люди жили с медом. Теперь же здоровье людей к Николе связано с продуктами харчевания и ежа с натуральных, экологичных продуктов как раз то, что дает протяглость молодости и долгие годы. Это квас березовый, настоянный на поджаренном ячмене, немножко подслащенный. А здесь у нас мед молодой. Ну, то есть, в старину не было водки, была медовая продукция, медовуха. Он игристый, он наподобие кваса, ну, легкого шампанского, как бы сказать. Люди забыли, что такое натуральные напитки. Сирот удельников, фестивалю и гости из Украины. В дальнейшем планируем в рамках других проектов у вас опыт переймать, привозить наши коллективы к вам и ваши к нам, чтобы показывать друг другу нашу культуру и показывать наши возможности и развивать сельский туризм и сельскую культуру. Наша территория, вот где мы проживаем, это Волынская область, наши партнеры из Бреста, также партнеры из Люблинского воеводства, Подляского воеводства. Это все территория трансграничного полесья. И мы видим перспективу развития этого трансграничного полесья. Мы реализуем совместно с нашими белорусскими партнерами совместные проекты по популяризации туризма, экологического туризма, агротуризма. Ой, обязательно надо, чтобы каждый год проводили, потому что это у нас первый раз в году, очень интересно, очень детям понравилось, нам хорошо, и все собрались. Нужное мероприятие для людей, для всех, для жителей, молодежи. Вот внучка моя приехала, баба танцы потанцевала, пошла. Как вам праздник, девочки? Очень понравился. Прослушали народные песни, продегустировали. Дегустация была. Узнали то, что нашему поселку вообще 50 лет исполнилось. Да. Может, даже обогатилось душевно немного, потому что, живя, мы не совсем местные, приезжаем только к бабушке сюда с детьми и послушать народные песни, посмотреть, поубедить коллективы. В городе довольно-таки нечасто встретишь такое мероприятие и таких людей. Такие мероприятия очень объединяют, связи не разрываются, потому что есть люди, люди же у нас служили вместе здесь. Приехали, они сейчас на гороусадьбах работают, свои подкрывали. Приехали сюда, пообщались, увиделись. Это очень интересно. Во-первых, приезжаем сюда, потому что здесь прекрасная природа. Здесь малая родина, здесь наши близкие, родные. Отдохнуть, отдохнуть, душевно отдохнуть. Здесь очень сильно. На этот раз мы взяли нашу внучку сюда. Тебе нравится, Саша? Да. Нравится танцевать. Очень большой заряд энергии. Поселок живет своей жизнью. И нужно было поселку тоже уделить какое-то внимание. И сегодня люди ко мне подходили из поселка, которые живут в поселке Приозерском, и благодарили за праздник, за то, что людей собрали в этом месте, за то, что многие люди, которые живут в наших деревнях, Видовля, Турна, Хмуряны, Радость, они приехали сюда и сказали, а у нас есть такие красивые места. То есть вот для этого мы делаем праздники. Чтобы люди собирались, чтобы люди общались. Общение и дружба. Чего нам, в общем-то, в нашей жизни, наверное, сейчас и не хватает. Я пройдусь по скошенной траве, думаясь внутренней росой, за туманом, за туманом, там за диной, Родиной зовешь ты дом родной. Сегодня мы еще раз упомнились, насколько важны в жизни добрые встречи, которые скеруются на позитивные намагания. С вами была телепрограмма «Земля и люди». Нехай свет иди на встреч вам добром, как и выдая его. До наступности, Рады! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин